Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск «Республика» в студии Александр Базаров. Общественный совет по вопросам скоростного и высокоскоростного движения в России обсудил перспективы строительства участка Москва-Казань, магистрали Москва-Казань-Екатеринбург. В работе совета приняли участие глава Чуваша Михаил Игнатьев и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской республике Владимир Иванов. О высокоскоростной магистрали, которая свяжет столицу страны и столицу Урала, говорится уже давно. Ее эффективность уже просчитана и доказана. Единственный сдерживающий фактор – строительство потребует огромных финансовых вложений. А в нынешних экономических условиях это сложно. Тем не менее, это инвестиции в будущее, которые себя оправдают. Развитие крупных инфраструктурных проектов, в том числе таких проектов, как высокоскоростное-скоростное железнодорожное движение, сегодня может стать одним из главных факторов все-таки ускорения экономического роста. И поскольку это связано и в первую очередь с развитием высоких технологий, может послужить и толчком в развитии технологической базы, промышленности. Ну а главное, конечно, будет способствовать и созданию новых рабочих мест. Александр Мишарин назвал ВСМ Москва, Казань, Екатеринбург одним из самых перспективных проектов в России. Разработано его экономическое обоснование. Получено положительное заключение экспертизы. Уже на стадии строительства высокоскоростной магистрали каждый вложенный рубль принесет полтора рубля инвестиций в смежные отрасли. Создание сети высокоскоростного и скоростного движения учтено в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, в актуализированной транспортной стратегии России, генеральной схеме развития сети железных дорог. Всего документами предусмотрено строительство к 2030 году более 4200 километров высокоскоростных линий и организации почти 7000 километров скоростных. Консорциум ведущих российских институтов проведены расчеты макроэкономических эффектов от ввода ВСМ, которые значительно превышают инвестиции в строительство магистралей. Результаты исследований подтверждены Минэкономразвития России. Предложенной схеме проект ВСМ Москва-Казань в полной мере является окупаемым как для государства, так и частных инвесторов. Со слов Александра Мишарина, частные инвесторы готовы вложиться в проект при условии поддержки со стороны государства. Разрабатывается механизм использования средств Фонда национального благосостояния. Высокоскоростная магистраль Москва-Казань объединит территории семи субъектов Федерации, в которых проживает 20% населения страны. Бюджет региона в прохождении трассы за 12-летний период ее эксплуатации получит 887 миллиардов рублей дополнительных доходов. В частности, Чувашия в результате эксплуатации ВСМ Москва-Казань могла бы получить к 2030 году более 43 миллиардов рублей дополнительных доходов. На сегодняшний день согласован основной коридор прохождения ВСМ по территории Чувашской республики для дальнейшей его проработки на стадии инженерных изысканий и рабочего проектирования. Россия в 21 веке не может развивать экономику на транспорте середины или конца 20 века. И, безусловно, эта высокоскоростная магистраль нужна. К примеру, могу сказать, что сегодня для того, чтобы добраться из Чебоксара до Москвы на поезде, необходимо 13 часов. Высокоскоростная магистраль Москва-Казань позволит это сделать за 2,5 часа. То есть потоки пассажиров резко увеличатся, миграция населения резко увеличится. И эти потоки будут создавать дополнительные и туристические доходы регионам, которые будут задействованы, и возможность работать в соседних регионах и привлекать с других регионов к нам рабочую силу.